Центробанк разрабатывает стандарты выдачи ипотеки, о том, как меняется рынок жилья и когда ждать понижения ставок по кредитам. В интервью нашему каналу рассказал директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Елизавета Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Центробанк ввел ряд ограничений для рискованных ипотечных схем. Какой эффект вы заметили? Есть ли влияние этих мер? Да, мы видим влияние этих мер. Причем мы смотрим в целом, как повлияли меры на динамику кредитования. И здесь мы видим, что негативного эффекта на рост кредитования нет. То есть меры способствуют улучшению ситуации, снижению рисков, но при этом кредитование даже ускорилось. Приведут цифры. На 1 июня годовой темп роста ипотеки составил 28%, тогда как на 1 мая был 18%. То есть мы видим ускорение. Дальше, что касается рисков. Мы говорили о том, что рискованные практики приводят к завышению цен на первичном рынке. И мы видели цифры, растущие по среднему размеру кредита. Например, в начале 2022 года средний размер кредита на первичном рынке составлял 4,2 миллиона рублей. Но как раз в разгар вот этих практик совместных банков и застройщиков у нас превысил средний размер кредита 6 миллионов рублей. И сейчас мы видим, что уже в начале года, в последние месяцы у нас снова к нормальным показателям вернулся средний размер кредита. Это 4,8 миллиона рублей. Таким образом, мы видим, что идет отход рынка от практики завышения цены. В обзоре финансовой стабильности Центробанк предупреждал, что поднимет вопрос о законодательном запрете рискованных схем, если ваши меры не приведут никакому результату. Сейчас такой вариант рассматривается? Ну, законодательное регулирование уже вводилось бы в случае, если бы действительно не работали другие меры. Пока мы идем более мягкими инструментами, это наши меры по резервам и макропронуциальным надбавкам. И, кроме того, мы работаем над стандартом ипотечного кредитования, который как раз будет определять, какую мы хотели бы видеть ипотеку, которая не несла бы чрезмерных рисков для граждан, для банков. И стандарт такой находится у нас в работе. Когда мы его разработаем, то будем обсуждать с правительством и с участниками рынка. Задолженность россиян по ипотеке в мае превысила 15 трлн рублей. Это стало историческим максимумом. Насколько критичен уровень задолженности по ипотеке по оценкам Центробанка? Ну, в целом, нужно сказать, что у нас доля ипотеки растет. Доля ипотеки у нас превысила половину задолженности населения в целом. Но нужно учитывать, что ипотечное кредитование долгосрочное, то есть платежи по кредитам растянуты во времени. Что снижает долговую нагрузку человека в моменте. Поэтому мы рассчитываем такой показатель на макроуровне платежи всех заемщиков к доходам всего населения. И, например, показательно, что на 1 января этого года в целом этот показатель по всем кредитам составлял 11,2. То есть люди в среднем 11% тратили на обслуживание кредитов и займов. Не только заемщики, а в целом все. И по ипотеке этот показатель составлял всего около 2%. То есть составляющая ипотеки небольшая за счет того, что сроки длинные. И в целом ипотека у нас является таким качественным активом, потому что она во многом только развивается еще в нашей стране. Какова сейчас доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой в ипотеке? Ну, действительно, вы правы. Мы смотрим не только показатели на макроуровне, потому что отчасти это средняя температура по больнице. Очень важно смотреть на стандарты кредитования, на то, как раз каким людям, с какими уровнями долговой нагрузки банки фактически дают кредиты. И тут мы, к сожалению, видим ухудшение стандартов кредитования. У нас в ипотеке доля кредитов, которая предоставляется людям с показателем долговой нагрузки более 80%, к сожалению, составляет в первом квартале 40%. Это у нас больше, чем по необеспеченному потребительскому кредитованию, потому что в необеспеченных кредитах у нас есть инструмент макропоненциальных лимитов, и мы можем напрямую ограничивать эту долю. Она у нас составила в первом квартале 29%, а в ипотеке, как я уже сказала, 40%. Мы видим рост ипотечного рынка. Каков прогноз Центробанка на 2023 год? Как вообще будет развиваться этот рынок и какой будет рост рынка ипотеки? Наш последний опубликованный прогноз предполагал рост ипотеки в этом году до 17%, но с учетом последних очень сильных цифр, мы, конечно, этот прогноз будем пересматривать. В июле мы будем публиковать новый прогноз, и я думаю, что это будет в районе 20%. Видите ли вы сейчас потенциал для снижения ставок по ипотеке? Но, к сожалению, сейчас мы видим повышенные проинфляционные риски. Также мы видим рост долгосрочных доходностей ОФЗ, которые являются тоже ориентиром для ипотеки. Доходности на срок 10 лет у нас теперь выше 11%. Конечно, в таких условиях ожидать снижения ставок, наверное, не приходится. Но нужно учитывать, что ставки – это не единственный фактор, важный для спроса на ипотеку, для граждан. Также доступность жилья определяется ценами на недвижимость и доходами граждан. И здесь у нас, наоборот, хорошие новости. Мы видим по данным за первый квартал, что у нас цены стабилизировались. То есть на первичном рынке даже несколько скорректировались вниз, что делает жилье доступнее. И также мы видим, что у нас растут доходы граждан, в том числе в реальном выражении. Рост доходов граждан с января по апреля этого года составил 4,2% в реальном выражении относительно прошлого года. И эти два фактора в совокупности, конечно, способствуют повышению доступности жилья и росту спроса, что мы видим в цифрах по росту ипотечного кредитования. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо.